И как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак? Мы сейчас проехали по позициям огневых АГСа, миномета, танк и БМП. Значит, слышали то, что происходит. 10% то, что у нас имеется. Вчера пришло боевое распоряжение, в котором было четко сказано, первое важное, это в случае ухода с позиций будет признано как измена Родины. Это к нам обращение. Если не будет боеприпасов, то мы уйдем с позиций и зададим вопрос, все-таки, кто Родине изменяет? Видимо, тот, кто подписывал. Почему государство не может защитить свою страну? Сегодня они рвут фланги на Артемовском направлении, ведут перегруппировку на Запорожье и в ближайшее время начнется контрнаступление. Они абсолютно четко говорят, что контрнаступление будет на земле, а не по телевизору. Потому что пока в нашей стране все думают, что нужно сделать все в телевизоре и отпраздновать День Победы. День Победы это победа наших дедов. Мы на миллиметр не заслужили этой победы. Вместо того, чтобы воевать, у нас все время крутятся интриги. У нас Министерство интриг вместо Министерства обороны. Поэтому у нас армия бежит. Бежит, потому что 72-я бригада сегодня просрала 3 квадратных километра, на которых у меня погибло порядка 500 человек. Потому что это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и тропанули. Мы не уйдем из Артемовска. Будем настаивать еще несколько дней. Пободаемся. А там разберемся. Поэтому всех с праздником Победы наших дедов, о чем мы ее празднуем, большой вопрос. Надо просто про них вспомнить и все. И не выебываться на Красной площади. Снаряды лежат на складах. На складах они там отдыхают. И почему лежат снаряды на складах? Объясняю. Есть люди, которые воюют. А есть люди, которые один раз в жизни где-то выучили о том, что должен быть резерв. И копят, копят, копят эти резервы. Промышленность стругает вот такие вот снаряды. А вместо того, чтобы отдавать их в войсках, их накапливают на неких складах, для чего никто не знает. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат. А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране, если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. Поэтому по Кремлю у всех всегда загадка, да, почему этот беспилотник прилетел. А на Министерстве обороны в интернете везде крутятся эти фотки, как стоит на Министерстве обороны на крыше панцирь, да? Ну да, это тоже. На землю надо поставить панцирь и будет. И будет все хорошо. Как все нормальные люди, да. Если на крыше сидеть, то никогда не увидишь, что там внизу творится. Продолжение следует...